Добрый день! Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск программы «Советы по инвестициям». С вами я и ее ведущий Мэтью Стивенсон. Помните, деньги могут позаботиться о вас, но они не могут позаботиться сами о себе. Мы поговорим сегодня об акциях компании, которые потеряли уровень рейтинга, приемлемый для инвесторов на мировом фондовом рынке. Это акция нефтегазовой компании British Petroleum, которая также еще известна как BP. Пять лет тому назад на юге США в Мексиканском заливе произошла катастрофа во время бурения скважины. Данная ошибка стоила компании миллиарды долларов. За разлитые баррели нефти компания была вынуждена заплатить огромный штраф. BP – это мировая компания. У них есть инвестиции в Россию, в Европе и в США. Коэффициент ценности акций компании находится на уровне 10. Я думаю, для всех вас интересно, стоит ли покупать акции этой компании. Компания смогла справиться со сложной проблемой. За экологическую катастрофу они выплатили штраф на сумму 17 миллиардов. Мне привлекает то, что акции этой компании довольно недорогие. Мне не нравится, что они владеют 20% акций компании «Роснефть», доходность которой, в свою очередь, находится под большим давлением со стороны санкций западных стран против России. Ранее акции компании находились на максимальном уровне 77 долларов за акцию. На сегодняшний день стоимость акций компании снизилась к отметке 36 долларов за акцию. Скорее всего, что акции компании будут и дальше идти на снижение, учитывая нынешнюю цену за нефть – 45 долларов за баррель. Это уже не такая высокая цена, которая была раньше – 125 долларов за баррель. Акции компании недорогие, но их доходность находится под большим давлением. Это довольно привлекательное предложение купить 1 доллар по цене 70 центов или по цене 65 центов. Если доллар будет динаминирован в дешевую нефть, если компания British Petroleum сможет возобновить свои ресурсы, если они смогут расширить свои позиции на рынке и не будут ориентированы только на Мексиканский залив, а обратят свое внимание на рынки России, Азии и так далее, это может крайне положительно повлиять на привлекательность акций этой компании. Да, безусловно, меня беспокоит будущее этой компании. Мы не знаем, сможет ли новое управление British Petroleum возродить былой успех компании. Второй вопрос. Неизвестно, сможет ли компания возобновить свои резервы и активы, которые были потрачены на восстановление платформы Deep Water Horizon. Никому неизвестно, сможет ли компания повысить свой уровень доходности в ближайшие 10-20 лет. Учитывая довольно большие размеры компании, она может стать дальнейшим предметом поглощения. Однако, если коэффициент ценностей акций компании будет находиться на уровне 8, если мы увидим рост цен на нефть к отметке 60-65 долларов за баррель, интерес к акциям этой компании должен будет увеличиться. Сегодняшний выпуск программы «Советы по инвестициям» подошел к концу. С вами был я, ее и ведущий Мэтью Стивенсен. Программа была подготовлена при поддержке Dukos KPTV. До свидания.